Пашутра на Радио 1 На наших часах в студии 10 часов 4 минуты, а это значит мы начинаем шоу Пашутра. Сегодня огромное количество событий, которые мы можем отметить вместе с вами, но прежде с огромным довольствием познакомлю вас с первым гостем в нашей студии. Сегодня мы так решили, что гостей у нас будет много и в этом ничего зазорного, собственно говоря, я и не вижу. Итак, руководитель рыбной фермы Сом Сомыч, Полина Миронова, прошу любить и жаловать, создатель бренда. А давай ближе микрофончик себе подвинь. Да, подвинемся. И даже мы подвинемся, мы проснулись. Проснулась, Полинская? Спасибо, спасибо. Доброе утро. Итак, Полина Миронова, мы с ней большое время, собственно говоря, работаем на разных событиях, мероприятиях и больших мероприятиях. Ну, а здесь мы сегодня в рамках нашего эфира поддержим тему, ведь мы сегодня решили отметить день худеющих. Да ты что? Да не может быть. Полезно? Очень. Ты за стройностью следишь? Постараюсь. Это правильно все. Вот об этом, кстати, мы сегодня и будем говорить на протяжении всего, без исключения нашего эфира. Более того, друзья, обращаю прямо сейчас ваше внимание на наш телеграм-канал, и если вдруг вы еще с ним не знакомы, обязательно это сделайте прямо сейчас. Мы решили спросить всех наших слушателей и зрителей, скажите, пожалуйста, следите вы, сидите ли вы на диете вообще? Вот ты сидишь на диете сейчас? Нет. Нет. Категорически. Правильно. Дождик идет, прохладненько, ну куда, какая диета? А, сейчас витаминки и да. Можно, да. Все, я понял. Так вот, 50% наших респондентов, наших слушателей говорят о том, что да, слежу за весом постоянно. 29% говорят, нет, мне вообще комфортно, я себя прекрасно чувствую в том весе, в каком я есть. И 21% говорит, мне все равно. Слушайте, ну это прекрасно. Это те самые бодипозитив. Вот смотри, Паш, это прекрасный результат, знаешь почему? Значит, вот там вот минимальное количество пойдет к психологу, остальные себя приняли. Ну, в принципе, да, получается, что так. Значит, друзья, примите участие в опросе, пожалуйста, ближе к финалу нашего эфира. Обязательно мы уточним результаты и что вы думаете по этому поводу. Я обращаю ваше внимание, что наш номер для WhatsApp сообщений все еще работает 8 966 032 58 32. Мы с удовольствием принимаем ваши позитивные поводы, события, яркие моменты. Может быть, вы постройнели этим летом на какое-то невероятное количество килограмм. Напишите. Кстати, установлен мировой рекорд Гиннесса. Я готовился же к сегодняшнему эфиру. Да ты что, да ладно. Я даже когда в метро еду, я готовлюсь к эфиру. Это удивительно. Значит, всемирный рекорд, рекорд Гиннесса. Женщина в Великобритании похудела на 190 килограмм. Я не прочитал, сколько она изначально весила, я стесняюсь спросить, но я представляю себе эти объемы. Поэтому, друзья, если вы вдруг постройнели на какой-то весомый такой результат, обязательно напишите, мы вас с этим поздравим. Ну, а еще пригодится вам наш номер прямого эфира 252-01-15, код города 495, по одной простой причине. Друзья, показываю для всех, кто нас наблюдает в онлайн-трансляции. А это пользователи Рутюба, Одноклассников и ВКонтакте. Друзья, у меня в руках прямо сейчас находится вот такой замечательный подарочный пакет. Мало того, что это подарочный пакет вам достается, а пакет, посмотрите, как, слышите, как шуршит, а? Принзывный шуршит, я бы сказала. Шуршунчики, да. Так, там еще и очень вкусная продукция от наших гостей. Это рыбная ферма Сомсомыч. Сегодня будем разыгрывать. Ели когда-нибудь колбасу из Сама? О-о-о. Конечно, нет. А мы вам сегодня эту возможность дадим. Итак, первая наша рубрика. Вначале сразу давай заявим все праздники, которые можно отметить сегодня так, чтобы обычный день превратить в настоящий большой красивый праздник. А поехали. Что не день, то праздник. Итак, сегодня мы поздравляем санитарно-эпидемиологическую службу Российской Федерации с днем основания. О-о-о, наше поздравление. Браво, браво. Наши поздравления. День рождения экологической организации Greenpeace. Всем зеленым привет. Зеленый привет. Зеленый привет всем зеленым. День худеющих. Ну вот это главная наша тема. Ну мы сегодня отмечаем его просто. Это мой профессиональный праздник. Паш, береги себя. Я клянусь, ты понимаешь, это мой профессиональный праздник. Я сколько себя помню. Когда я занимался раньше хореографией, ну танцы танцевал. Ты меня убиваешь сегодня, прям с утра. А такое тоже было. Да, ты понимаешь, я всегда возмущался, думаю, да как они постоянно на этих диетах сидят. Да что ж такое происходит. Зачем? Тут ешь как не в себя, понимаешь. Первое, второе, булка, компот. И хоть бы где-то это отложилось. В общем, хватило меня после окончания института на пару лет. Слушай, можно я задам тебе вопрос? А ты колготочки вот эти обтягиваешь, что ли носил? Колготочки, лосины это называются. Конечно, я прямо из нашего корпуса Академии культуры дефилировал в этих лосиночках обтягивающих до библиотеки, до столовой, которая была в отдельном корпусе, чем безгранично вызывал восторг библиотекарей. Это было великолепно. Так вот, и вот с того момента, это уже последние лет 7-8, я не знаю, ну серьезно, лет 7-8, я постоянно только и делаю, что худею. Паш, ну прекрати ты, ну, ты посмотри на себя, ты прекрасный. Я знаю, что хорошего человека должно быть много, но мне периодически самому неудобно шнурки завязывать, понимаешь. И вот это, я понимаю, триггер. Ты меня простит, ты в кресло помещаешься. Это да. Ну и все, что тебе надо? Но я не хочу ждать, когда я не буду помещаться в кресло. Если я до этого дождусь, потом я вряд ли сброшу все свои килограммы обратно. Дальше, еще праздник сегодня. День российского леса. Ой, это прекрасно. Грибы, лес, гулять. Без леса грибов не будет. Обожаю. И день свободных денег. Так, желаю всем, чтобы они у всех были. Были, просто так, на развлечение, на удовольствие, на красоту и на любовь. Итак, давай так, Сом Сомыч, российское производство, свои самы. Ну, вы же не в Подмосковье, вы в соседней области, в Тульской. Да, мы в Тульской. А в Тульской области у вас есть своя собственная ферма, где разводятся самы. Самы, представляешься. Итак, вот они разводятся. Я как ты видела. Они же большие. Когда говорят про Сома, я вспоминаю шутку в интернете, да, хочу рожать Сома. Написано через О. Да, да, да. Великий могу через язык. Итак, Сом, он большой ведь? Ну, если его оставить, жить долго, припеваючи, кормить и не беспокоить, то там, ну, вот последние данные, которые я видела, был выловлен Сом, самый большой из зарегистрированных. Ну, соответственно, зарегистрированных, да, 365 килограмм. 365 килограмм Сом. Ну. Нормально, так вообще, это же можно всю нашу редакцию накормить неделю. Я не думаю, что стоит. Но не стоит, да? Не стоит. То есть они должны вырастать все-таки до определенного какого-то размера и возраста, да? Ну, конечно, чем моложе, тем слаще, вкуснее и полезнее. Круто. Итак, вот вы производите своих Сомов. Смотри, у нас два года последние, все, что связано с пандемией, да, соответственно, спрос на отечественное возрос. Сейчас в этом году опять спрос возрос. Что там у вас со свободными деньгами? Давайте, вот эта камера у нас в налоговую работает, давай. Налоговая привет, привет. Ну, трудимся, что я тебе могу сказать? Я не могу сказать, что прямо вот все шикарно, что вот прям плаваем, как самые в этих своих пятитонных баках, только заполненных свободной наличностью. Ну, нет, конечно, все люди, мы живем под одном небом, в одних условиях, все все понимают. Но труд, терпение, ты же знаешь, все перетрут. Ну, это действительно так. Ну, мы этим и занимаемся. Итак, друзья, сегодня мы разыграем очень вкусные наборы от наших друзей рыбной фермы Сом, Сомыч. Да, вот у меня тут два пакетика стоят. А расскажи, что у нас там в пакетиках, давай сразу так, чтобы всем нашим зрителям, всем нашим друзьям... Интригу подвесить, да, чтобы они захотели уже. Чтобы захотелось. Захотелось. Итак, что у нас в пакетике сегодня? Ну, сегодня у нас в пакетике. Что мы наблюдаем? Ага, вот такое вот филе холодного копчения. Филе холодного копчения. Ее надо как-то готовить или просто достал, ешь? Достал и ешь. Оно уже готово. Филе холодного копчения из Сома. Из Сома. Из Сома. Да, да, да. Значит, холодное копчение, горячее копчение. Горячее копчение. Но оно тоже, естественно, готово. Готово. И колбаска. Колбаска. Ну, вот это вот самая большая наша история, которая всех поражает. Там люди, не знающие, я очень люблю этим пользоваться. Говорю, вы попробуйте сначала, потом мне скажете, из чего она. Это очень смешно. На самом деле у меня были друзья, не помню, кто-то из звезд отечественной эстрады, кому мы дарили эти подарки вместе с тобой. И мне говорили одно и то же, мы колбасу не едим вообще принципиально. Иу, иу, иу. Но как только они пробовали первый кусочек, они сначала менялись в лице, такие, господи, а что это? Потом я им рассказывал, что это сом. Просто вот в такой форме удобной, понятной для нас в виде колбасы сделаны. И в этот момент люди просто такие, это очень вкусно. Ну так, а ну так. Это очень вкусно. У меня опять сейчас слюно отделение. Спокойно, у тебя рядом чашечка есть. Повысилась, да что ж такое. Друзья, помимо того, что мы в рамках сегодняшнего большого нашего эфира, который мы посвятили всем худеющим, если вы сейчас на диете, мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Если вы никогда в жизни не сидели на диете, мы благодарим ваш метаболизм и опять поздравляем вас с профессиональным праздником. Но именно этой теме будет посвящен наш эфир. Итак, все худеющие, пожалуйста, присылайте нам ваше сообщение. Я более того подготовился сегодня, нашел специальную, знаешь, табличку. Табличка, как выяснить свой идеальный вес, исходя из своего пола, возраста и роста. Да ты что, неужели с коэффициентами расчет? Представляешь, то есть сразу прямо раз в четыре. Прямо с утра мы сейчас начнем математик заниматься, правильно я думаю? Мы можем это делать, да. Дорогие друзья, итак, если вы давно хотели обратиться к диетологу, чтобы он вам это рассчитал, не надо. Радио 1 и программа Пашутра сделает все за вас. Бесплатно, заметьте. Пришлите имя, рост, вес и ваш возраст. Все, дальше мы с вами свяжемся. И подарим подарки, или точно рассчитаем вашу идеальную массу тела. Ну, по крайней мере, как утверждают, опять-таки эти самые диетологи. Слушайте, есть еще другой вариант, Паш. Так. Если вы считаете, что вы полный, если вы комплексуете, вы позвоните, мы вас успокоим. А, ну, в принципе, тоже действительно. Просто наберите нас. Мы сегодня оказываем психологическую помощь на радио 1. Радио 1, пожалуйста, друзья. Для того и существует радио 1 и программа Пашутра. Бинго. Вот видите, какие хорошие слова я ей написал, она даже без бумажки их прочитала. Итак, друзья, напомню, наш номер в WhatsApp, 8-966-032-5832. Если вы худеете, стройнеете или уже бросили это дело, напишите нам. И номер телефона 252-01-15-495, код города. Но это чуть позже. Полиночка, скажи, пожалуйста, к выходным. У нас просто сегодня начинаются выходные. Ну да, маленькая суббота. У меня сегодня начинаются выходные. Это последний эфир на моей неделе. Дальше пятница, суббота, воскресенье. Вот скажи, ты веришь в предсказания и прогнозы? Ну, так, относительно. Я считаю, что все эти вещи могут запрограммировать человека на определенные поступки. Поэтому предпочитаю не связываться. Мы решили запрограммировать всех наших слушателей и зрителей во всех трансляциях на тусу-джусу. Ну, выходные. Просто дальше пятница. Потом, значит, суббота, воскресенье. Сам бог велел устроить реху. И для этого у нас есть потрясающий эксперт. Для этого эксперта мы даже сделали еженедельную специальную рубрику. Да ты что? Итак, дорогие друзья, прямо сейчас наша специальная еженедельная рубрика по четвергам. Астратуса Повсикакия. Совершенно верно. Есть наш замечательный друг, астролог Повсикакий. Он с нами сейчас на связи. Мы видим его прямо сейчас. Можем лицезреть на нашем экране. Приятного познакомиться. Благодаря скайпу. Повсикакий, доброе утро. Доброе утро, уважаемая студия. Доброе утро. Немножечко заикается у нас связь. Но, тем не менее, я уверен, не помеха нам это будет. Абсолютно. Это дождь просто. Возможно. Дождь, ретроградный Меркурий и так далее. Кстати, с Повсикакиям недавище мы и обсуждали этот самый ретроградный Меркурий. И поняли, что да ну и бог с ним. Ну или черт с ним. Выберите сами, как хотите, куда этот Меркурий отправить. С Повсикакиям мы приготовили астротусовочный прогноз для всех нас на предстоящие выходные. Ну интересно же, как, кто и где окажется. Итак, Повсикакиям. Ох уж этот ретроградный Меркурий, который в нас запугивает средства массовой информации. А на самом деле, конечно же... Ну-ка, и что, получается... Так, Повсикакиям... Ну да ладно с ним. Касаемо тусовок. На самом деле, очень-очень сложно говорить о тусовках, когда на улице, скажем так, погода не располагает. Да, но вместе с тем, давайте пробежимся по знакам зодиака и что тем или иным знаком зодиака стоит или не стоит делать в эти выходные. В плане отдыха, в плане для того, чтобы до конца получить вот кайф от выходных. Допустим, Овнам. Категорически нельзя использовать тяжелый алкоголь на этих выходных. Лучше всего провести время с семьей за городом. Касаемо тельцов, лучше всего, наверное, завести новые знакомства, посетить клуб, посетить общественные места. Тельцам в этом повезет и, возможно, именно в эти выходные телец встретит ту самую свою непохоримую любовь. Я именно сегодня этим хотел заняться, вы понимаете, по всекаке, вы прямо вторите моим настроением. Я как раз сегодня в синеньком. Паш, ты женат. Женат и не конченый. Продолжаем. По всекаке, простите, пожалуйста, что там дальше у нас? Да, касаемо женат, ну да. Но вместе с тем, у тельцов, да, у тельцов действительно такая вот неделя, вернее, выходные могут принести чего-то приятное, всплеск эмоций. Близнецы. Касаемо близнецов, лучше всего провести время уединенно. Не появляться в общественных местах, потому как возможны конфликты или даже драки. Поэтому вот тут вот стоит обратить внимание. Или застрахуйте себя, жизнь и здоровье, что тоже, кстати, немаловажно. Может быть, да, действительно. Касаемо раков. Вы знаете, ракам лучше не отдыхать эти выходные, лучше хорошо поработать, потому как именно эти выходные принесут больше дивидендов в финансовом плане, нежели чем рожер сама рабочая неделя. Поэтому, если есть возможность поработать, давайте откажемся от тусовки. Раки-трудоголики, пусть работают. Все, нормально, хоть кто-то должен работать. За всех остальных. Все остальные тусить, раки работать. Лев, лучше всего на эти выходные запланировать дальнее путешествие в первую столицу нашей Родины, допустим, как вариант, либо скататься в Сочи и прогуляться вдоль Черного моря. Вот такая, скажем, поездка принесет больше морального удовлетворения, потому что мы прошли не зря. Итак, львы, все львы отправляются в путешествие. Да, девы, это, во-первых, ваша неделя, дни рождения. Мы всех девов поздравляем с днем рождения, желаем им здоровья, везения. Девы, удивительнейший знак зодиака, это добрейшие люди, очень пунктуальные. И на этих выходных оторвитесь по максимуму. Можете даже немножечко, в хорошем смысле этого слова, это принесет удачу, несомненно. С днем рождения, все девы. Спасибо. Следующий знак зодиака, это весы. Вот весам лучше всего провести в компании друзей. Возможно, провести выходные. Возможно, даже встретиться с друзьями, которых очень давно не видели. Это принесет некое моральное удовлетворение. И лучше всего весам, если уж тусоваться, то тусоваться за столом. Хорошо, за столом, это вкусно. Скорпионы. Ну, скажем так, самый, да, такой сложный знак зодиака, это сложные люди. Но станьте на эти выходные попроще. Соберите у себя компанию родных, родственников. Может быть, устроите чаепитие, либо званый ужин. Это на целую неделю принесет вам удачу. Удачу финансовую, удачу, связанную с личной жизнью. Ну, в общем, скорпионы действуем по принципу, станьте проще, и люди к вам потянутся. Да, прекрасно. Именно. Надо брать близнецов, охапку. А, ну хорошо, переплазировали. А касаемо стрельцов, то эти выходные лучше всего провести, уделив внимание собственному здоровью. То есть, возможно, где-то отказаться от алкоголя. Может быть, сдать кровь на какие-то анализы. Короче, скажем так, тусовки, алкоголь, веселье для стрельцов не благоволят. Вот в эти выходные займитесь своим здоровьем. Так, хорошо, хорошо. И что там у нас еще? Кто еще остался? У нас остался козерог, водолей и рыбы. Вот касаемо... Давайте побыстрее, наверное, пробежим. Касаемо козерога. Лучше всего в эти выходные собраться к компании и поехать в соседний город, провести весело время, завести знакомство, сходить в клуб, посетить кафешки, рестораны, бары. Одним словом, вложенные в это инвестиции на целый месяц дадут вам заряд. Это вот такой совет для козерогов. Касаемо водолеев. Ну, лучше всего отказаться от, вот знаете, такого вот тусовок, тусовок, тусовок. Лучше собраться, уделить внимание детям, ради водолеев. Эти выходные будут больше всего семейные. Вот под эгидой семьи пройдут. Касаемо рыб. На этих выходных отказаться от авантюр, потому как есть вероятность, вам предложат какие-то финансовые вложения. Это будет обман. Лучше всего не ввязываться. Отключите телефон и проведите время молча. И очень прекрасно, что в вашей жизни есть люди, с которыми можно не только поговорить, но и помолчать. Господи, Павсикаки, спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы благодарим нашего большого друга, астролога Павсикаки. С этим человеком мы будем встречаться каждый четверг. И каждый четверг на предстоящие выходные мы будем рассказывать вам тусовочный прогноз. В общем, у меня все складывается всем остальным знаком удачи, терпения и любви. И здоровья отдельным знаком. Павсикаки, спасибо. Удачи вам. До встречи через неделю. Заряд бодрости и хорошие новости. Пашутра на Радио 1. Ну, какова красота. Ты что про себя услышала, Полин? Я про себя услышала. Ближе к детям, к семье. Я же водолей. Ну, все, у тебя все понятно. Ближе к детям и к семье. Но сегодня, но сегодня давайте будем ближе к нашим радиослушателям. Вы знаете, друзья, я бы в противовес тому, как мы с тобой хотели... Мы можем сегодня два подарка разыграть? Можем, легко. Я как раз хотела предложить. Вот. К нам пришло потрясающее сообщение, которое пока Павсикаки нам рассказывал про знаки Зодиака. На наш WhatsApp номер. Напомню, 8 966 032 58 32. Замечательная история от Александра из Люберецкого городского округа. Доброе утро, пишет Александр. Весил 126 килограмм. И, собственно говоря, говорит, и не чувствовал я это. Но когда мне подарил друг фотографию, которую он сделал на своем дне рождения, а на нем мой, говорит, красный галстук на черном костюме просто повторял очертания моего живота, тут я понял, нужно худеть. Чуть больше, чем за полгода сбросил, пишет он, 36 килограмм. В процессе, говорит, главная мотивация. У каждого она своя. Желаю всем, кто мечтает похудеть, найти свою мотивацию и поскорей. Браво, Александр, браво. Потому что такая сила воли, что полгода держаться, не свалиться обратно в привычке. Интересно, держится ли он сейчас после этих... А может, Александр нам отпишет? Да, Александр, напишите нам, пожалуйста, сколько времени вы уже вот в том... Так, 126 минус 36, где-то сейчас вы около 90 килограмм должны быть. Я вроде бы с математикой таксу, да? Утро, Паша. Я не уверен, я гуманитарий, я больше языком. Итак, Александр, напишите, в каком весе вы сейчас. И вот этот замечательный подарок от рыбной фермы Сом Сомыч отправляется вам. Вкусный, красивый, яркий, приятный диетический продукт. Да, для поддержания вашей фигурки. Совершенно верно. О, вот сразу прямо отписался нам Александр. До сих пор держусь. Молодец, браво. Если бы можно было аплодисменты нам сейчас побольше. Прямо вот переходящий в овации. 93 500 написал. Вот видите, какие у нас ответственные слушатели. Это прекрасно. Второй подарок, Полинечка, с вашего позволения, мы разыграем во второй части нашей программы. Легко. Можно я только вопросик сразу запилю? Вопрос. Давай вопрос. Вопросик. Ну, так как мы сегодня говорим про нашу ферму, ну так, немножечко вскользь, да? Мне бы хотелось обратить внимание слушателей, воспользоваться, погуглить, да? Воспользоваться компьютером или телефоном. Так. Так, 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 все побежали, да? Ага. Достаю. Да. И вот. Приз получает тот, кто даст ответ на следующий вопрос. Как называлось? Как назывался населенный пункт, в котором располагается наша ферма до революции? Э, во как! Вопрос-то исторический. Итак, дорогие друзья, срочно гуглим, как же назывался населенный пункт, где на данный момент располагается рыбная ферма Сом-Сомыч? Как назывался этот пункт населенный до революции? О, да. Круто. Спасибо огромное. В первой части нашей программы я с удовольствием еще раз благодарю за ранний визит Полину Миронову, руководителя, создателя бренда Сом-Сомыч. Полин, спасибо тебе огромное за подарки, спасибо за ранний визит. Зовите, приду еще, я ранняя птаха. Договорились, встречаемся. А давайте по четвергам делать рыбный четверг. Ну, рыбный день. Это же очень логично. Я с удовольствием с вами проведу четверг. Договорились. А еще угостим сейчас всех наших коллег колбаской рыбной. Во-во-во. Вот все коллеги радуются там. Отлично, отлично. Друзья, всем нам хорошего дня. Мы продолжаем это шоу по шутру. И вторая половина нашего эфира будет еще более насыщена. И еще один подарок с удовольствием разыграем. Доброе-доброе-доброе-доброе утро, друзья. Всем без исключения начинается вторая часть нашего утреннего эфира. И сегодня я напомню, что тема нашего эфира это день худеющих. И, конечно, мы должны были пригласить каких-нибудь высоких, длинноногих моделей в нашу студию. Все очень логично, да, Витя Надежда? Да. Да. Но что мы сделали? Но что мы сделали? Мы пригласили лучшие. Надежда Малявина, прошу любить и жаловать, самая пышная сотрудница нашей редакции, которая не собирается худеть ни при каких обстоятельствах, а еще попечитель благотворительного фонда Рэй. Доброе утро. Доброе утро, Паша. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Други мои. Ну, Надежда, во-первых, гениальная. Да, энергия такая прет. Вот, вот скажи мне, пожалуйста, раз уж в тему эфира мы говорим, значит, я, готовясь к сегодняшнему эфиру, уже статистику опять собрал. Помнишь, да, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Да. Итак, 60% россиян следят за своим питанием. Из них 7% делают это по наставлению врача, ну, потому что уже запустили до состояния, что только врач может прописать диету. 13% соблюдают самостоятельно выбранную диету. И 39% считают, что питаются только здоровой пищей. Это не ко мне, Паш. Так, а что ты ешь? Ты прям вообще себя не ограничиваешь. Паш, я ем все. Так. Ем с удовольствием. Но я выбрала такой, знаешь, режим питания. То есть самый главный секрет мой – это долгий, спокойный завтрак. Слушай, а на самом деле об этом пишут все психологи, добрая половина диетологов и людей, которые занимаются всем, что связано со своей стройностью. Не люблю слово «худеть» от слова «худа». От слова «худа» в русском языке слово «худа» – это «худой» от слова «худа», а «полный» – это слово «наполненный». То есть, в общем, в принципе, я так понимаю, что в традиции нашей-то, да, худеньких-то, в общем, не было. Ну, а давайте отправимся в соседний музей и посмотрим на картины. Да, именно. Паша, значит, я вдохновлялась всегда с детства. Ну, я, видимо, предполагала, какой я вырасту. Картина Икустодиева «Купчиха за чаем». Это одна из самых моих любимых картин. Меня она завораживала с детства, когда я еще ничего не понимала в искусстве. Ну, я и сейчас не особенно, да, там, не могу сказать, что я прям такой спец, но я люблю. Но люблю. Да, я люблю ходить и в русский музей в Петербурге, где, собственно, эта картина находится, и в Третьяковскую галерею, где тоже есть. Например, картины Филиппа Малявина, да, моего однофамильца и, видимо, дальнего родственника, говорят так, что у него есть картины, да, вот эти бабы. Ну, конечно. Эти яркие, они же тоже очень большие. Слушай, ну, русская женщина всегда была женщиной. И я всегда себя как-то ассоциировала с этой вот кустодиевской женщиной, даже когда я была еще молоденькой и худенькой, но мне нравился этот образ. Ну, и потом сейчас, когда мне там говорят, ой, там, Брейман, у меня две фамилии, Малявина – это эфирный псевдоним, а Брейман – это по паспорту, по бывшему мужу. Мне говорят, Брейман Малявина, да ты толстая. Я говорю, я не толстая, я дородная русская женщина. Совершенно верно. Давай вернемся к моей диете. Давай. Я утром долго завтракаю. Что это значит? Я накрываю стол себе, хотя я такая, знаешь, вот не из этих, которые на чистеньких салфеточках, там со всеми делами, но завтрак… Это святое. Это святое. Я медленно варю себе свою первую и единственную теперь в день чашку кофе. У меня кофе всегда со специями, я вместе с кофейными зернами перемалываю корицу, кардамон. Всякие вкусные там другие еще сперджи. Как же вкусно! Значит, я добавляю часть обычного молока, часть кокосового молока. Я все это взбиваю в хорошем красивом капучинаторе. И дальше я, значит, заправляю хлеб в тостер и мажу себе там два или три бутерброда, ну, с каким-то там, не знаю, ну, с маслом, сыром. То есть такие простые вещи, но не очень изысканные. Когда, например, холодно становится, я жарю себе утром яичницу, горячий завтрак. Но смысл в том, что ты этот час посвящаешь себе, как бы ты ни торопился, куда бы ты ни торопился, в каком бы ты ни был настроении, но этот час ты медленно завтракаешь. Это вопрос не в количестве съеденного, а в удовольствии. В удовольствии. И ты настраиваешься этим завтраком на целый день. Музыка? Нет. Новости, новости. А ты с новостями? Да, я с новостями по радио, классически, не по телевизору, а у меня радио журчит всегда на кухне. И, собственно говоря, ты настраиваешься на этот день, ты посвящаешь этот час себе. Я так начала делать только год назад, потому что у меня близкая подруга, которая уже на пенсии, она на 10 лет старше меня, повезло, понимаешь, да? Она успела выйти на пенсию вовремя. И, знаешь, она уехала жить в провинцию к морю, да, все как по-бродскому, она живет теперь в Анапе на берегу, значит, Черного моря. И я к ней езжу в отпуск каждый год. И вот в прошлом году я к ней съездила в отпуск, и мы с ней медленно завтракали на берегу моря, потому что дома выходит прям вот, да, вид, вот открываешь дверь террасы, и вот тебе море. И, соответственно, вот этот медленный завтрак, это был такой очень мощный наш внутренний ресурс. Ну, так, понимаешь, Паша, я когда-то подумала, я сейчас вернусь в Москву. Да, и почему я должна это удовольствие терять? Нет, и я была уверена, что я, которая, ну, я не очень хорошо организованный человек. И я подумала, сейчас все это опять пропадет, и я буду вставать на одной ноге, там, прыгать, надевать эти самые платья. Другой, значит, я буду делать какую-то уже работу, да, срочную по утрам. Третьей, там, рукой или многорукой шива я буду еще что-то делать. И я думаю, что я никогда не смогу себе позволить в Москве выделять вот это время на медленные завтраки. И все же смогла. Но получилось. Паша, за этот год, который прошел с прошлого сентября, да, я в прошлом сентябре к ней съездила на море в бархатный сезон, я похудела на два размера. Отлично. И при этом, при всем больше ты ничего, ну, я не знаю, там, изнурительные тренировки. Нет, я вообще антиспортивный человек, я как Черчилль. Я, знаешь, это самое, сидеть лучше, чем стоять, да, лежать лучше, чем сидеть. Моё любимое положение на диване с книжкой. Самое любимое положение. Я антиспортивный человек. Это очень хорошо. Нет, это плохо, Паша. Да, слушай, я не знаю, но вот по тебе ведь не скажешь, смотри, энергия брызжет просто через микрофоны. Да, но, понимаешь, в наше время в этом признаваться, это я не в тренде. Это другая ситуация, это не тренд, это социальное порицание уже есть даже по этому поводу. Именно. Но это ведь никак не связано с реальностью, да, будем откровенны. У каждого реальность своя, в своем весе, там, я себя хорошо чувствую и живу с этим замечательно. Другой разговор, что понятно, например, там, в какой-то момент чуть поднабрал и, ой, чувствуешь, ой, уже здесь неудобно, здесь неудобно. И просто корректируешь эту историю. Я просто, у меня есть друзья, и почему мы затронули вообще эту тему, у меня есть вечно худеющие. Вечно худеющие. Причем, что как мальчики, так и девочки. И эти девочки, казалось бы, красивые, высокие, стройные, но чуть-чуть не дотягивают до... Стандарта. Вот этого типа стандарта 90-60-90. И вот она мучает бедная себя с утра до вечера, это я не ем, это я не буду, ой, я хочу есть, а где бы мне раздобыть что-нибудь полезное? И вот мы все останавливаемся и ищем ей что-то полезное. Ну, мне кажется, это же даже своего рода отклонение. Я не знаю, Паш, мне сложно судить об этом, но я, например, считаю, что целлюлит это в голове, это болезнь мозга. У меня целлюлита нет, у меня есть красивый купальник, который, знаешь, прикрывает какие-то, может быть, не очень эстетичные части моего тела, но я исключительно заботюсь об эстетическом чувстве окружающих, а не о том, как я себя в этом смысле чувствую. Ну, я не готова, да, обсуждать то, чего у меня нет, но я тебе могу сказать, что это когда-то у меня тоже было, потому что в молодости бывает так, что ты своей внешностью не очень доволен. У меня была единственная попытка сидеть на диете, но я на этой диете просто озверела. Ну, серьезно тебе говорю, я была в таком жутком настроении, ну, то есть потому что мне все время хотелось есть, у меня начался уже пунктик, да, то есть я такая думала, боже мой, вот это мне нельзя, после шести мне нельзя. Я не могу не есть после шести, я не могу ложиться спать на пустой желудок. Более того, я тебе, знаешь, могу сказать, что я, например, самая лучшая снотворная, если я не могу заснуть, не поверишь, это пшенная каша с тыквой. Это не значит, что это огромная тарелка, но это такая маленькая плошечка, у меня соседка очень хорошо варит пшенную кашу с тыквой, я сама кашу не варю. Мы с ней все время едой обмениваемся, да я что-то готовлю, я ей несу, она что-то готовит, мне несет. Это очень по-соседски. Это очень, да. Это на самом деле круто. Ну, правда, у нас такой дом, мы не только с этой соседкой, с ней просто чаще всего. И она знает, что вот самая лучшая снотворная – это пшенная каша с тыквой. Я съедаю маленькую плошку на ночь, я мгновенно засыпаю. Мне не нужны ни таблетки там, ни снотворные, ничего. Съела вот эту маленькую плошку ее вкуснейшей каши с тыквой, и я нормально сплю. Я не могу лечь спать на голодный желудок. Не есть после шести, я не знаю как. Слушай, ну вот здесь я поддержу тебя, потому как, ну, во-первых, я все-таки сторонник, если уж и идти в эту историю стройности, то, наверное, делать это как-то, а, осознанно. Осознанно. Ну, то есть если ты понимаешь, для чего тебе это надо. Ты знаешь, как с английским языком. Я, тут огромное же количество таких людей. Я учу английский язык. Сколько учишь? Десять лет. Зачем ты учишь десять лет английский, если ты не собираешься никуда переезжать? Зачем он тебе нужен? Нет, это другая мотивация. Для работы он тебе не нужен. Для многих может быть другая мотивация. Например, многие учат язык просто для того, чтобы занимать мозги. Это значит, согласен. Получать новые какие-то, да, навыки, компетенции. Просто есть люди, которые любят учиться. Учиться ради процесса. Это тоже очень мощная мотивация. Здесь другая ситуация. Здесь просто ради чего-то зачем-то они это делают, понимаешь? Да. И как бы просто потому, что модно, просто потому, что надо. И здесь я обращу ваше внимание, друзья, я сам лично проверил на себе несколько систем. Первая система, сдаешь кровь, и у тебя есть продукты, которые тебе сразу прям их расписывают, которые быстро, благодаря твоему метаболизму из организма, просто вылетают. Другие, которые задерживаются, третьи, которые остаются в тебе навсегда. У тебя есть эти списки, и вообще никаких вопросов. Ты просто ешь то, что тебе можно, и не паришься хоть на ночь, хоть когда. Есть такая система, называется интуитивного питания. Тоже очень крутая штука. Ну вот ты меня с языка снял, потому что я хочу про себя сказать. Паша, у меня организм знает, что ему нужно. Что он хочет и когда. Смотри, я тебе могу рассказать, у меня там несколько лет назад была онкология. И когда я заболела, но я еще не знала свой диагноз, меня просто несло на помидоры, я килограммами их ела. Знаешь, вот просто как фрукты я ела помидоры. Потом я прочитала, что в томатах есть какие-то там вещества, которые влияют на эти самые раковые клетки. Более того, например, ты меня летом никогда не увидишь и не заставишь есть там, не знаю, картошку или сало. Как только наступает холода и сырая погода... Хочется. Прям иду, покупаю себе кусочек хорошего сала и варю картошку. Летом, например, я не жарю себе яичницу, о которой мы говорили. Летом у меня бутерброды и кофе на завтрак. Но как только приходит вот такая холодная погода, хочется какой-то белковой пищи. Совершенно верно. И самое главное, как говорят, еврейский пенициллин. Когда я заболеваю, вот я сейчас болела недавно, сейчас не совсем выздоровела, организм ничего не хочет, кроме куриного бульона. Вот. Ничего. Организм нам сам все рассказывает. Надь, мы с тобой сейчас прервемся, вернемся к твоей мысли, к твоей еще одной деятельности. Ты являешься попечителем благотворительного фонда «Рэй». Это фонд помощи бездомным животным, да. У нас под опекой, Паша, 40 приютов в Москве и в Подмосковье. Вот еще некоторое время назад было 30, а теперь у нас уже 40. 40 приютов. 40 приютов. Вот сейчас мы еще про один подобный приют расскажем. С удовольствием. Это приют находится под Можайском. Это Можайский приют для бездомных животных. Вообще существует стереотип, что мы шоумены, ведущие, ну вот эти вот, эй, веселые. Лала. Да, да, да. Вот это лала. Мы только языком, и вообще мы нахлебники и просто зажравшиеся товарищи. Да. Есть такой стереотип, и есть, слава богу, мои друзья, которые тому подтверждение, что это не так. Прямо сейчас с нами на связь выйдет Валерий Чигинцев. Это наш большой друг. Это шоумен, ведущий, радиоведущий, телеведущий. Человек 35 лет стоит на сцене и делает это очень круто. Круто. И, понимаешь, да, он, ну, хорошо все шоумены зарабатывают, будем честными. Да? Я не знаю, Паш, я к ним не отношусь, Паша. Ну, я просто так, ну, как бы, в общем, Валера зарабатывает хорошо. Очень хорошо. И, помимо того, что он несет людям праздник, он делает еще благое дело. В эти выходные будет большой благотворительный праздник в этом приюте. Валерий сейчас выйдет к нам на связь и расскажет нам про, собственно говоря, это событие. Пока мы ждем Валерия на подключении, расскажи, пожалуйста, про свой... Вот он, смотри, он уже с нами. Валерий Чигинцев, дорогие друзья, шоумен. Шоумен, ведущий, потрясающий человек и добрейшей души человек. А это видно сразу по улыбке, посмотри, посмотри, какая улыбка. Конечно, конечно, наши люди. Валерий, итак, Можайский приют для бездомных животных. В эти выходные будет большое мероприятие для друзей. Расскажите, что, как, куда, зачем, куда ехать. Ну, во-первых, это действительно очень большое событие в Подмосковье, не побоюсь этого слова. На самом деле, такие мероприятия в Можайском приюте я провожу регулярно. Они уже стали традиционными. То есть, главный месседж – это привлечение как можно больше и больше помощников для Можайского приюта для бездомных животных. Да, это большое торжество, я не побоюсь этого слова. Почему? Потому что мы в этом году не стали привязываться к какой-то дате определенной. Ну, скажем так, День защиты животных, День бездомных животных, День дворняжки, День волонтера и прочее-прочее, что мы делаем, в общем-то, в течение года постоянно. Данное событие, оно посвящено всем нашим друзьям, всем старым друзьям и новым друзьям. Одним словом, сказать людям спасибо. За последние буквально полтора года приют растет, приют развивается. И даже вот одна моя знакомая сказала, я готова помогать именно этому приюту. Почему? Потому что я вижу развитие, я вижу, как содержатся животные, как за ними ухаживают. Они накормлены, они все привиты, они готовы к семейной жизни, давайте так скажем. Поэтому мы собираем всех-всех-всех наших знакомых, наших друзей, общественников, волонтеров, помощников с целью сказать спасибо. Потому что особенно за последние, крайние, давайте так скажем, полтора-два года, в столь непростые турбулентные времена, люди продолжали активно помогать приюту, и приют продолжает строиться. То есть сносятся старые валеры, строятся новые. То есть улучшаются и улучшаются с каждым днем. Валерий, ну здесь я обращу внимание, что на самом деле я в прошлом сентябре, я взял детей, закинул в машину, и мы поехали в Можайский приют. А ты там был? Я там лично был, я лично все это видел. Это был действительно, во-первых, потрясающий праздник, где многие приехали помощники с семьями, со своими детьми. Это отлично. Несколько животных прямо при нас забрали из приюта домой. Вот я про это хотела спросить, да, как часто забирают из этого приюта животных, и сколько сейчас примерно там содержится животных, если вы знаете. Да, да, да. Чтобы понимать масштабы деятельности. Валерий, значит, сколько животных содержится, вопрос номер раз. Вопрос номер два, когда, какого числа и куда мы можем ехать, и если нужна помощь, то что мы можем взять с собой, чтобы мы приехали еще и с пользой для дела? На сегодняшний день содержится 268 питомцев, которые практически все готовы к пристройству. Приезжаем 18 числа в Можайский приют для бездомных животных. В навигаторе это очень легко находится. Состоится действительно большой праздник. То есть главное событие всего это будет именно выставка собак. Что вести с собой? Что вести с собой? Мне звонят очень многие люди, звонят волонтеры. Дети, дети очень активно принимают участие в помощи для приюта. В помощи приюту, я говорю, если вы просто приедете и погуляете хотя бы с одной собакой, это уже будет помощь. То, что мы сегодня с вами в эфире, спасибо, что пригласили. Вы уже оказываете информационную поддержку и уже делаете доброе дело. И за это вам огромное спасибо. Если просто приедете, сделаете пару фоток, выложите в инстаграм с хэштегом Можайский приют, это будет безумно круто. Это будет очень скромный человек еще. Это очень скромный человек. Смотрите, корма, ветпрепараты, ошейники, миски, поводки, подстилки. Что вести? Или просто можно вести деньгами, донатами. Или пожертвованиями. Я на самом деле всегда всем говорю, даже к тем людям, к которым я обращаюсь, говорю, слушайте, помогите приюту. Они говорят, а что дать? Что надо-то? Я говорю, вы знаете, приют это то место, где нужно все. Ошейники, поводки, как вы сказали. То есть там посуда, одеяло, матрасы, одежда, донаты. Кстати, еще старое постельное белье очень востребовано в приютах, потому что там все время нужно менять подстилки. И еще в приютах, не поверите, востребованы газеты. Вот я, например, никогда не выбрасываю газеты, и даже если их соседи выбрасывают, я их собираю. Потому что они очень хорошо впитывают, да, ими можно, ну, всякие вот эти санитарно-гигиенические первичные процедуры. Моменты использовать, да, отлично. Поэтому в приютах очень нужны и газеты тоже, да, понимаете? Так вот, будет большая программа, на самом деле. Будет фестиваль воздушных змеев. Будет благотворительная ярмарка. Будет концерт. Приезжают артисты. Даже будет одна певица из проекта «Голос». Ого! На секундочку. Ого! Да. То есть будет, естественно, диджей. То есть у нас обычно танцуют. Ну да, там действительно круто. Ну с размахом прям. Прям выставляется сцена, прям выставляется звук. Шатры палатки, аквагрим, еда для, там, в чаёчке-кофеёчке для всех, кто приехал. Да, и ещё, кстати, нужно, знаете, что сказать для людей, которые соберутся забрать животных. Ведь наша самая главная задача, да, помимо того, чтобы поблагодарить, насколько я понимаю, тех, кто помогает приюту, ещё и пристроить этих животных. Это же будет выставка пристройства, правильно я поняла, да? Да. Да, да, да. Значит, смотрите, дорогие. То есть у нас основная цель, да, такая, сверх. Да, это, конечно, выставка собак. Выставка пристройства. Мы называем животных для пристройства. Да, так вот те люди, которые настроены забрать животное из приюта, возьмите, пожалуйста, с собой паспорта. Потому что в приличных и ответственных приютах, таких как ваш, вам не отдадут собаку без подписания договора ответственного владения животным. И просто так, если вы, например, скажете, ой, мне понравилась вот эта собачка, а волонтёр, который, куратор этой собаки, который вложил в неё душу, средства, стерилизовали, прививали, обучали, ресоциализировали, он на вас посмотрит и скажет, нет, вот вам, мой дорогой, я не доверю эту собаку, потому что вы будете для неё не очень хорошим хозяином. Будьте готовы к тому, что вам могут даже отказать. Это не то, что выпихнуть собачку быстрее, да, из приюта, лишь бы куда. Самая главная задача, чтобы собак из приютов не возвращали обратно, потому что это тяжелейшая травма для животных. Поэтому, если вы настроены серьёзно, берите паспорт и будьте готовы к собеседованию. Я правильно говорю, Валерий? Абсолютно, абсолютно правильно. Именно так и делают наши активисты, волонтёры, консультанты, которые прежде всего занимаются именно пристройством. То есть, уже непосредственно в приют люди приезжают, они, как правило, вот даже на этапе подготовки данного мероприятия, они уже заходят на сайт, они выбирают животного. Им на WhatsApp, Telegram высылается видео, когда можно посмотреть животного, рассмотреть его получше. Слушайте, ну это круто, на самом деле, это круто. Валерий, я прошу прощения, у нас просто совсем предательски мало остаётся времени нашего эфира. Ещё разочек, 18 число, Можайский приют для бездомных животных, в какое время? Начало во сколько? Open Air начинается в 12 часов дня. Супер, в полдень. Как это красиво. В полдень встречаемся в Можайском приюте. Спасибо. Валерий Чигинцев, шоумен у нас, большой друг, куратор Можайского приюта для животных. Ты прекрасно осведомлена этим событием, значит, ты всё-таки активничаешь, судя по 40. Паш, я попечитель. Сколько лет уже ты попечитель? Ну, ты знаешь, фонд, я была активным волонтёром, и фонд сказал, Надя, ты должна быть нашим попечителем. Я сказала, ребят, можно я останусь в статусе активного волонтёра? На что фонд сказал, нет, нам выгоднее, чтобы ты у нас была в попечителе. Слушай, я думаю, что, наверное, лет 5, что ли, уже. Отлично. Я не знаю, не знаю, сколько. Давайте сделаем какую-то коллаборацию и с твоим фондом, и обязательно будем рассказывать. У нас есть задача в рамках нашего Эфига. Да, Пашин, мы уже всё придумали, но мы анонсируем акцию чуть позже. Вот буквально вчера мы на нашем совещании здесь обсуждали эти все, значит, коллаборации с нашим фондом Рэй, потому что реально это системная работа, да, это по всей Московской области. Да, да. И это такая поддержка ни одного конкретного, да, давайте вот ему жертвовать, а это такое распределение грамотное всех ресурсов и материальных, и волонтерских, и всех остальных по всем надежным, качественно работающим приютам. Это очень важно, друзья. Прямо сейчас давайте мы вернемся к теме нашего эфира. День худеющих мы отмечали в рамках большого часового нашего прямого шоу в прямом эфире. Итак, результаты нашего опроса в нашем телеграм-канале. Здесь 47% да, слежу за весом постоянно, 37% нет, комфортно себя чувствую, и 16% говорят о том, что мне вообще всё равно. Но, резюмируя всё вышесказанное, други мои, да просто будьте счастливы. О, с языка снял. Будьте счастливы, мир. Но неважно в каком ты весе. И будьте собой, будьте собой. Совершенно верно. А ещё всё это предрассудки, что мальчики любят там худых, стройных, длинных. Да, я вас умоляю, все есть для всех. Именно, именно. Главное, да, как в моём любимом фильме «Асса», в моей молодости, да, главное не стёкла, главное ощущать себя зрячим человеком. Совершенно верно, друзья. Будьте счастливы, живите полной активной жизнью. Помогайте благотворительным организациям 18-го, приезжайте в Можайский приют. Будьте счастливы, творите добро, ровно как это делаем мы, каждое утро с 10 до 11 в программе «Паш Утро». Сейчас уходим на длинные выходные, а в понедельник опять встречаемся. Спасибо огромное, Надежда.